Всем привет! Мы сегодня находимся в Нижнем Новгороде, где в оружейном салоне снайпер будем сравнивать два образца оружия. Это у нас ВПО-221-02 и ВПО-220. Первый образец у нас будет ВПО-221-02 с длиной ствола 590. Он идет в двух вариантах. Это орех, это пластик. Это охотничий гладкоствольный карабин, который вы можете получить по первой лицензии. Калибр 9,6 на 53 ланкастер. Здесь очень удобный ортопедический приклад. Он не складной. Цевьё также очень удобное. Мужка расположена на газовой камере, что позволяет не цепляться за ветки при охоте. Это очень удобно. На ствольной коробке с левой стороны расположена боковая планка для крепления кронштейнов. Это сок 95, сборка 17 и 18. Они в комплект не входят. Можно установить любые прицелы, как коллиматорные, так и прицелы переметные кратности. В комплекте идет магазин на пять патронов. И самое интересное, это сразу в комплекте идет ДТК. ДТК на самом деле очень хорошо работает. Устраняет подброс и отдачу. Резьба 16,1 правая. Второй образец у нас это ВПО 220. Также получается по первой гладкоствольной лицензии. Калибр 9,6 на 53. Такой же, как и в этом образце. Только длина ствола на 2 сантиметра длиннее. То есть 610 мм. Здесь карабин выполнен на базе легендарной винтовки Мосина образца 1891 года-1930 года. Единственное, снят ствол нарезной и установлен уже гладкоствольный ствол со сверловкой ланкастер. Имеет неотъемный пятизарядный магазин. Тип перезаряжания механический. Ну и также на левой стороне имеется планка для крепления кронштейнов для установки оптических прицелов. Или прицелов переменной кратности. Для того, чтобы нормально прицел не мешал перезарядке, рукоятка затвора имеет изогнутый вид, чтобы не было никаких проблем с перезаряжанием. Кучность огня на 100 метров рассеивания у этого карабина 50 мм. У ВПО 221 60 мм. И что мы сделаем? Мы поедем в тир и попробуем пострелять из этих двух видов. Сравнить отдачу, сравнить удобство при стрельбе. И потом сделаем маленькое заключение. Ну что, поехали? Блин, вообще отдачи нету. Это благодаря ДТК тоже. Хотя, легкое оружие. И абсолютно практически не чувствуется ДТК. Хотя калибр 9,6 на 53. Это, блин, хороший калибр. С Мосинки, кстати, калибра 7,62 на 54. Гораздо больше отдачи идет. И, что бы хотелось сказать, как я уже и говорил до этого, этот образец можно купить по первой лицензии. Вот это приятно, вот это очаровательно. Пойдем на ходу попробуем. Класс! Вообще нет отдачи. А кому нужна точность, мы сделаем, как другие некоторые делают блогеры. Карандашом пробьем мишень в районе десяток. Ну и один там в районе девятки. И покажем, какие мы очаровательные. Но, в принципе, когда охотимся на крупного зверя, полуавтоматы, они, в принципе, не так надежны. И считается, если зверь агрессивный, там кабан, да, малейший перекос или что-то, может быть опасно. На самом деле, с этим ружьем, ну, это гладкоствольное ружье, считаем, гладкоствольной винтовкой, более надежная перезарядка. Но обязательно нужно привыкнуть к ней. Для меня немножко, чуть-чуть не так удобно. Почему? Потому что я привык стрелять с нарезной винтовки, там чуть по-другому заряжание. Вот так обалденно. Теперь попробуем Вепарь 223-18 сравнить с предыдущим образцом. Посмотрим по отдаче. В принципе, длина ствола у них одинаковая. Единственная система разная. Здесь полуавтомат, там болтовик. Это я без стойки стою. Со стойкой можно по-другому. Вообще легко. Слушай, ну, на самом деле, оба образца достойны. Единственное, допустим, здесь кто мало будет холостить, то есть с болтовиком нужна определенная сноровка. На самом деле, если рассмотреть быстрота выстрелов болтовика и быстрота, если мы целимся метров там на 100, на 200, скорость выстрела что с болтовика, что с полуавтомата, в принципе, одинаковая. Почему? Потому что все равно на хороший стрелок, который стреляет с болтовика, он во время выстрела сразу перезаряжает и, возвращая оружие опять на линию прицеливания, успевает зарядить. Полуавтомат уже заряжать не надо. Сделана антабка под сошки, можно установить сошки, стрелять сошек. Также сделано боковое крепление, ласточкин хвост для установки кронштейнов. Можно использовать как для охоты, так и для спортивной стрельбы. В принципе, ну, достойный аппарат. И, наконец-то, мы опять приехали в магазин «Снайпер». Наконец-то я настрелялся с этих крупных калибров и я сделал запись. Ну, что показали образцы, вот, по моему мнению. Это у нас ВПО 221-02 и ВПО 220. Отдача одинаковая и, в принципе, как вы видели, несущественная. Второе – точность. Точность у этого образца 220-го – 50 мм на 100 метров. Кучность огня, кучность попаданий. У этого 60 мм. Немножко он проигрывает, конечно. Так, дальше у нас идёт скорострельность. Скорострельность, естественно, полуавтомата выше. У болтовика меньше скорострельность. Но, если мы стреляем на дальние дистанции, то хороший стрелок после выстрела сразу перезаряжает. И, в принципе, на дальние дистанции, ну, может, в принципе, с такой же скоростью стрелять, как полуавтомат. Конечно, если на ближних дистанциях, там, 50-100 метров, естественно, полуавтомат выиграет. Это бесспорно. И теперь надёжность. Надёжность у этих двух моделей одинаково хорошая. То есть, они уже сделаны из образцов оружия, которые уже были на вооружении. И поэтому надёжность здесь хорошая. Главное – уход за оружием. Я показал всё, что мог решать вам. Обязательно ставим лайк, подписываемся и заказываем. Всем спасибо.